В МЧС раскрыли рецепты приготовления антисептика Дома Общества Россия. 13.55, 7 апреля 2020 года в МЧС раскрыли рецепты приготовления антисептика Дома. Фото, Макс Ветров, РИА Новости. Для приготовления антисептика лучше всего использовать раствор из спирта, перекиси водорода, глицерина и дистиллированной воды либо охлажденной кипяченой воды. Такой рецепт предложили во Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, сообщается на сайте МЧС России. В ВОЗ раскрыли два варианта рецептов для изготовления литра антисептика. Согласно первому, надо взять 830 мл этанола концентрации 99%, 40 мл перекиси водорода, 3%, 15 мл глицерина, 98%, а также 115 мл дистиллированной или кипяченой воды. Для второго способа потребуется 750 мл изопропилового спирта, концентрация 99,8%, 40 мл перекиси водорода, 3%, 15 мл глицерина, 98%, и 195 мл дистиллированной или кипяченой воды. Компоненты стоит залить в емкость закручивающейся крышкой, тщательно взболтать и разлить в подходящие флаконы. Кроме того, рекомендуется, чтобы антисептик пробыл во флаконе 72 часа для уничтожения находящихся внутри бактерий. В МЧС также объяснили, почему для изготовления антисептика не стоит использовать водку и чистый спирт. Так, в водке недостаточный объем спирта, а чистый спирт при этом может вызвать зуд, раздражение и микротрещины, в которые может попасть вирус. Растворы с содержанием менее 60% этанола или 60% изопропилового спирта также не принесут пользы. Ранее россиянам рассказали, что многие советы для защиты от коронавируса, публикуемые в интернете, могут быть опасными. Например, не стоит доверять советам, которые учат делать защитную маску из бумажных полотенец, так как она не спасет от заражения. Кроме того, бесполезно обрабатывать маску спиртовой настойкой прополиса, так как это не убережет от заражения через дыхательные пути. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости. Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет. Это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Зачем это нужно? Кашля или чихая? Человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у какого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно моете руки. Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Распотребнадзора 8800-555-49-43 Горячая линия Раструда 8800-707-88-41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы Плюс 7-495-870-45-09 Источник – Всемирная организация здравоохранения